Алексей Кузнецов родился в Саранске. Волей судьбы оказался в Воскресенске и здесь совершил восхождение к Олимпу, доказав всем, прежде всего самому себе, что не надо опускать руки, какими бы тяжелыми не были обстоятельства. Почти 20 лет назад он стал активно заниматься армспортом, добился высоких результатов. Четыре раза поднимался на самую высокую ступеньку педестала на чемпионате России, два раза мировых первенств и Европы. Стал мастером спорта международного класса по армспорту. С 2007 года Алексей Кузнецов стал заниматься легкоатлетикой, метать копье, диск, толкать ядро под руководством тренера, преподавателя Альберта Калина. Через год, в 2008 году, в Пекине занял шестое место на Паралимпиаде. А в 2012 году у него серебро паралимпийских игр в Лондоне. Он двукратный чемпион мира, трехкратный чемпион Европы, рекордсмен мира в метании копья, многократный чемпион и рекордсмен России. В 2011 году Алексею Кузнецову присвоено звание заслуженного мастера спорта Российской Федерации. Сейчас Алексей Кузнецов – директор спортивного клуба «Инвалидов-лидер». Прилагает усилия для его развития. В прошлом году клуб отметил 15 лет. Мы начинали с нуля. Я же работаю в этом клубе с 2004 года, как раз когда он был основан. Здесь сначала было общество инвалидов, то есть организация, которая работает на общественных началах, можно так сказать. И в этом здании вообще сначала ничего не было. Не было ни одного тренажера, не было ни стола для игры в теннис и так далее. То есть ничего не было. Поэтому вот за 13, а теперь уже 14 лет, путь пройден большой. И это сейчас так кажется, что есть и тренажеры, есть и площадка для метаний, толканий, есть замечательная открытая площадка волейбольная, и воркаут. Все это вот постепенно, постепенно делали. Алексей Кузнецов – прекрасный семьянин. Отец двух сыновей. Мы поздравляем Алексея Алексеевича с днем рождения. Желаем семейного благополучия, здоровья. Пусть и дальше он продолжает раскрывать потенциал лидера на посту директора клуба. А еще пусть не раз поднимется на пьедестал почета, чтобы в минуту триумфа услышать гимн своей страны. Евгения Светлая, Новости, Искровект.